Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас разнообразнейшие новости на любой вкус. В том числе новости об одной пропаже, точнее злостной бездельнике, который так и решил взяться за ум. Ну, по крайней мере, все к этому идет, нам так кажется. Впрочем, начнем мы со скандала. Фернандо Карильо решил напомнить о себе. Причем и сам, наверное, не ожидал подобного результата. Ну, вы сами знаете, что Фернандо у нас товарищ с неоднозначной репутацией, чего только в его биографии не было. И увольнение за пьянство, и привод в полицию Майами за курение марихуаны и тому подобное. Ну, здесь гораздо все проще. С одной стороны, а с другой стороны и хуже. Короче говоря, эта история приключилась еще в ноябре прошлого года. Фернандо то ли пытался поцеловать девицу из охраны дома, где он живет, то ли ей это привиделось. Но она обвинила нашего героя-любовника в том, что он пытался силой ее расцеловать. Глядя на портрет этой девушки, друзья, вы персонально верите, что Фернандиту бросил все, чтобы насильно ее, эту красотку, так сказать, поцеловать в обе щеки. Ну, как бы и мы не очень. Хотя, как там было дело, мы не знаем. Может быть, он был слегка над метрес, а может быть, его обуялась у ней шекоска по женской ласке. Сам Карилья уверен, что это просто попытка срубить денежек в легкую. Он сам сказал, что в Штатах это распространенное явление, поэтому ничего такого тут нету. Просто попытка заработать. Ну, утверждает, что ничего того, в чем его обвиняют, он не делал. Ну, может, и поцеловал в щечку. Но в Венесуэле все так делают. Но, в общем-то, надо что знать, что Венесуэла – это вам не США. То, что в Венесуэле проходит, в США, пардон, карается. Поэтому судьи однозначно поверили жертве несанкционированного поцелуя. Эфир был арестован по обвинению в сексуальном насилии и отсидел 40 дней под домашним арестом. В полицейском рапорте сказано, что он зашел за стойку. Там внизу в доме есть, ну, как бы, стойка, где сидит охранник и еще там разные другие работники. Он взял ее за лицо, точнее, за обе щеки, и поцеловал. Она пыталась его оттолкнуть, но не смогла. Ну, эта легкая шалость уже стоила карелью домашнего ареста, 240 часов общественных работ и штрафа в 750 долларов. Хуже того, что 21 мая будет новый суд, где речь пойдет уже о его статусе в США. То есть, выслать его могут в родную Венесуэлу. Ой, опять-таки, все время мы говорим, что нужно думать, прежде чем что-то делать. Ведь хуже обвинения в сексуальном насилии в Штатах, только обвинения в неуплате налогов и дискриминации. Еще одна Венесуэлка пострадала практически на пустом месте. Диоза Каналис упала на танцполе и повредила импланты в груди. Ей сделали срочную операцию. Этими всеми душераздирающими новостями она поделилась в своем инстаграме. Ну, какое разочарование для тех, кто думал, что подобное богатство наедается с помощью капусты и нарабатывается некими таинственными упражнениями. Сами понимаете, что все эти бредни сродни тем, которые рассказывала Габи Спаника о своих внезапно попышневших грудях и ягодицах. Она говорила, что только неустанные тренировки помогли обрести такие выдающиеся во всех смыслах формы. Да-да-да, верим. Только вот так эти результаты и достигаются. И никаких имплантов, самое главное. Еще одна у нас новость. Убийца певицы Селены Квинтонилья, Юланда Сальдивар, может вскоре выйти из тюрьмы. Ее срок заканчивается в 2025 году. Точнее, она приговорена была к пожизненному заключению. Но там какая-то система скидок есть. И, короче говоря, в 2025 году она должна уже выйти на свободу. Но она подала прошение о досрочном освобождении, поскольку она очень больна и не надеется дожить до того счастливого момента, когда перед ней откроются двери фирмы. Ну да, болеет она. А Селена вот уже ничем не болеет. И уже второй десяток лет ничем не болеет. Потому что в марте 1995 года эта самая страдалица убила 23-летнюю девушку, которой через две недели должно было исполниться только 24 года. Вы спросите, за что? А за то, что Селена решила разобраться, куда идут деньги, которые люди платят за сувениры и подарки из фан-клуба. Сначала Сальдивар сочиняла сказку, что ее грабили и даже изнасиловали в Мексике. Отняли, можно сказать, не только деньги, но и все самое дорогое. Последующее медицинское свидетельствование показало, что никакого изнасилования не было. Ну и вполне вероятно, что если человек врет в одном, то и в другом он тоже может лукавить. Ну и поэтому Селена ей и не поверила. Никаких доводов у Сальдивар не оставалось. И она просто-напросто вытащила пистолет и выстрелила. Пуля попала в правое плечо, повредила артерию. Но на последних остатках сил Селена сумела вызвать полицию, скорую и назвала имя своей убийцей. В тот же день она умерла в госпитале. Вот и думаете, заслуживает этот человек снисхождения? Или пусть гниет в тюрьме до самой своей смерти? Потому что убила она не просто молодую красивую девушку, она убила. В общем, очень хорошую актрису и пьюз. Выдающуюся, можно сказать. И очень многие люди до сих пор Селена упомнят, слушают ее песни. Думайте сами, как бы вы на месте властей поступили. Я бы лично не выпускала. Но новости повеселее теперь у нас. Две пары объявили о предполагаемых свадьбах. Это Анжелик Бойер и Себастьян Рульи. И, естественно, как же без них? Еще одна парочка. Бывшая жена Себастьяна, Сесилия Голиана, которые уверены, что она выйдет замуж за Марка Тачера до конца этого года. Парочки обмениваются нижными твитами, постят карамельные фотки. Но что-то нам подсказывает, что обилие этих самых фоток не спасают отношения. Ну, вспомним. Анжелик и Гойера Кастро, Себастьяна и Расселя Рамбола. Того же Себа и Сесилию Голиану. Жизнь покажет, действительно ли это любовь или просто пиар. Ну и, наконец, наша пропажа, продажа. Сплошные оговорки по Фриде. Нашелся, не прошло и полгода. Надоело, видимо, балду гонять. Ну, мы знаем, что последний раз Марио Семаро говорил о работе, когда пытался получить роль в сериале «Лос Дуэнь из Дель Параису». Ну что? Он, конечно, пытался. Роль ему очень нравилась. Он ее ужасно хотел сыграть. Даже телемундовское начальство просил. Представляете себе, да? Сам просил. Публично. Но начальство решило прогнуться перед чилийцами, с которыми сериал снимался. И на эту роль взяли корки и собаки. Результаты оказались не ахти. В смысле, средними оказались результаты не выше 7 пунктов. Почему я говорю, что не ахти? Потому что проект этот позиционировался, как чрезвычайно важный для телемунд. Они думали, что у них будет по крайней мере 10 пунктов. Ставили на этот проект, но, увы. Думается, что Марио должен быть доволен таким результатом. Ну, хотя бы чуть-чуть. Позлорастый, так сказать, что взяли. Ну и вот вам. Несколько месяцев о нем не было ни слуху, ни духу. Показался один раз где-то в горах с глубоко законспирированной физией. И все. А тут, наконец, прорвало. Хотя в мексиканских источниках уже полгода ходили неясные слухи о его грядущем возвращении на телевизор. Но, пометуя, как он из Мексики уезжал, мы предпочитали подождать. И правильно сделано. Ну и сейчас не будем преждевременно радоваться, а ограничимся констатацией фактов, подчеркнутых из мексиканских источников и инстаграма и твиттера самого его виновника переполоха. Что известно совершенно точно. Марио в Мексике. Марио на телевизии. Марио обсуждает какой-то проект, который ему очень нравится. Один из источников мексиканских написал, что да, он таки со своим представителем обсуждает что-то. Переговоры идут. Сам Марио на твиттере написал, опять же, что какая-то очень интересная там... Очень интересный сценарий. Ну и в общем и все. Разве что добавим, что актер сейчас в очень приличной физической форме. Впрочем, сами можете оценить, посмотрев фотографии. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Надеемся, что в следующий раз мы выпустим наши новости побыстрее. Особенно, если будет о чем говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok